Что там и как, и вот теперь что касается, значит что там было выяснено, начнем так вот, если разбирать кислород, насыщение клетками там кислорода. Оказывается для того, чтобы клетки насыщались хорошо кислородом, там должна быть определенная среда в тех же самых клетках, около клеточном пространстве, а именно насыщение углекислотой, углекислым газом, углекислотой. Вот, то есть это среда, которая способствует тому, оказывается она способствует тому, что лучше усваивается и кислород, а самое важное, зачем этот нужен кислород, для того, чтобы те ферментативные реакции, которые обеспечивают жизненные процессы, шли нормально. Мы не будем говорить высоко или там невысоко, просто-напросто нормально. И вот когда концентрация там углекислоты в организме начинает падать, то естественно ферментативные процессы в клетках начинают буксовать. То есть начинают работать хуже и хуже, что и начинает порождать разного рода недомогания, а потом и заболевания. И вот ряд ученых там выявили вот эти вот закономерности, сколько должно быть там углекислоты в организме, для того, чтобы вот эти все ферментативные процессы шли нормально. То есть мы рассматриваем сейчас дыхание с позиции насыщения организма кислородом. То есть оказался должен быть такой, как бы сказать, парадокс и перегиб. Чтобы устроился хорошо кислород, должна быть углекислота. В организме мало углекислоты, то кислород связывается с гемоглобином плохо. И более того, сказал Бутейко, то есть его там исследование, что организм начинает что делать? Он начинает спазмировать пути воздушные, а именно там бронхи, для того, чтобы уменьшить выведение из организма углекислого газа. То есть чтобы произошло насыщение углекислотой, значит организм отвечает спазмам бронхов. В результате наступает приступ удушья, так называемая бронхиальная астма, приступ бронхиальной астмы. И который легко снять, зная этот механизм, то есть еще волевым усилием задержать воздух. И вот примерно на этих главных вещах, на том, что надо в организме накапливать углекислоту, основан метод Бутейко. Что накопление углекислоты должно привести к тому, что нормализуется среда в клетках, в результате чего начинают совершаться нормально все ферментативные процессы в клетках. И организм становится здоровым. То есть вот так вот. Что сделал бронхов? Так как Константин Павлович рекомендует там держать, где-то там затаивать дыхание в основном, он рекомендовал сначала там задержки, а потом пришли к выводу, что они не обязательно эти задержки. Главное затаивать дыхание. То есть его сделать таким, чтобы вы не видели и не слышали, как дышите. Вот это те критерии, которые способствуют тому, что начинается накопление углекислоты в организме и далее пошло, пошло, пошло. Как правило, возникает там испарина, как правило, возникает расслабление. То есть критерии должны быть, которые указывают на то, на все, что там происходит в организме, как этот процесс идет и расслабление. Вот, значит, Константин Павлович предложил делать, насколько я понял, в начале, в начале практики, когда эта система остановилась, это делать задержки дыхания. Почему? И его методика получила название и не дает себе раздышаться. И второе, это садится, расслабляется и начинает медленно, плавно дышать, так, чтобы произошло, так называемое, затаивание дыхания. Дыхание было такое медленное и плавное. То есть это все вело, значит, к накоплению углекислоты. Фролу, а он, значит, решил, а зачем надо там затаивать дыхание, когда можно просто-напросто. У нас такое есть, там, мертвое пространство, в котором вот это вот, что такое мертвое пространство в дыхательной системе? Это бронхи, это, как правило, там бронхи. Вот воздух тот, который находится в бронхах. Ну и остаточный воздух, который находится в легких во время, там, выдоха. Они же там полностью не спадаются, какой-то объем остается. То есть вот это вот и будет мертвым пространством, как бы сказать, вроде как бесполезным. Ну и там, естественно, сохраняется вот концентрация углекислого газа на более-менее каком-то там постоянном уровне. Так вот, он решил удлинить это мертвое пространство. Удлинить, если я не ошибаюсь, фролу этот или кто-то другой, который предложил дышать через трубку. То есть мы берем с вами трубку и начинаем через нее дышать. В результате надо воздух прогнать через пространство трубки, а там оно не так-то просто там прогоняется. То есть возникает определенная концентрация углекислого газа, которая вот начинает действовать сама там по себе. То есть вы дышите через трубку. В этой трубке образуется необходимая там концентрация этого углекислого газа. И, так сказать, процесс как-то там подлаживается. Что там еще? Вот что-то там они дышали еще в воду. Вот возможно вот этот вот и фролол это в воду дышать. То есть проявляется усилие для того, чтобы дышать, вдох делать через воду. То есть для того, одно дело мы выдыхаем воздух так, это там самопроизвольно выходит. А для того, чтобы продышать это все через какую-то толщу воды, надо затратить усилие побольше. Что на этом тоже отмечается некоторое накопление углекислоты. Но тут возможно работают и несколько иные механизмы. Вот это что касается дыхания бутейка и сопутствующих дыханий, которые направлены на накопление углекислоты. При этом ничего не говорится. Вот считается, Константин Павлович сказал, что из там двухсот с чем-то там болезней, на самом деле существует одна. Это болезнь глубокого дыхания. Возникает вопрос, он как-то сам собой возникает, но знаете, многие вот вещи, они умалчиваются, вот скажем так. Ну, например, а почему там кредиты дают под 10%, а не под 1%? То есть вот так вот так. Почему? Так точно и тут. А почему возникает что? Это называется раздышиванием, что вымывается углекислота. И в итоге механизм, который должен обеспечить связывание крови кислородом, перестает работать. То есть для того, чтобы гемоглобин хорошенько цеплял и переносил кислород, там молекулы кислорода, в крови должна быть определенная концентрация углекислоты, а ее нету. Как так выходишь, что ее нету? С чем это связано? Почему это происходит? Почему человек раздышался и вымыл из себя углекислоту, и в итоге начинаются вот эти все 200 там с лишним болезни так или иначе проявляться? Вопрос, почему? Вот нормально, я хожу, все вроде как-то у меня это. А потом только трах-бах, и я вот вымыл углекислоту. То есть на этот вопрос ответа не дается. А на самом деле ответ лежит на поверхности. То есть всевозможные состояния, в основном эмоционального плана, которые вызывают волнение в организме, начинают в первую очередь влиять на глубину дыхания. То есть чем больше человек волнуется, переживает, тем он незаметно для себя начинает все больше и больше дышать, все там глубже дышать, чаще дышать. И в результате чего начинает количество углекислоты уменьшаться, в результате чего связывается недостаточное количество кислорода, в результате чего вот эти все ферментативные процессы в клетках начинают буксовать, идти недостаточно мощно, и в результате организм начинает слабеть вначале, просто слабость, недомогание, а потом далее начинают развиваться вот эти все различные болезни. хронические, и в том числе, как наиболее такая вот явственная болезнь, связанная с вот этим вот глубоким дыханием, это астма. Приступы астмы в основном возникают во время волнения, то есть человеку вот все нормально, все хорошо там, а только раз какую-то новость получил или попал в ситуацию, в которую он не знает, как себя вести, вот он заволновался, сердцебиение, дыхание, и того минимума углекислоты, которая обеспечила его более-менее такое хилое состояние, и его нету, и возникает астматический приступ, трах-бах, бабахнуло. И значит вот эти вот дыхания бутейкой через трубку там, и возможно через вот эту вот фу-фу-фу, через воду, направлены на то, чтобы вот это вот все сохранить, то есть это сообразные костыли. А первоначально это надо сохранять свое эмоциональное спокойствие в любой ситуации, тогда ничего этого происходить не будет. Далее существует, это то, что мы знаем, дыхание пастельниковое. Дыхание пастельниковое, оно, по крайней мере, внешне существенно отличается от того, что там рекомендуют, вот это вот затаивание дыхания, сидеть расслабившись, тут наоборот. Человек активно дышит, активный вдох, пассивный выдох, вот и наступают здесь несколько иные эффекты. Что же здесь происходит? Вот если разобрать эффект накопления там углекислоты, кислорода, то правильность этого дыхания заключается в том, что воздух колеблется вот отсюда и вот досюда, он в основном вот здесь колеблется. Что же у нас вот в этой вот области происходит? Что это за механизмы находятся, которые как-то вот влияют? Ну, начнем с того, что воздух колеблется вот здесь. Очень важно это не засасывать. Смотрите, одно дело я могу так сюда засосать в легкие. Засосал так несколько раз воздух, тем самым я могу вымыть эту углекислоту и в конце концов упасть в обморок. Голова закружится, упал в обморок. А другое дело, воздух колеблется вот здесь вот, то есть он не входит даже в легкие. Он не входит, он колеблется вот здесь в области носа. И вот эта струя воздуха, она как раз бьет снизу, по, можно сказать, по мозгам, так если по-простому сказать. И способствует тому, что мы во время вот этого дыхания, через ноздри, мы берем именно прану, энергию в чистом ее виде. В результате чего сразу же у нас идет прояснение в голове, насыщение энергией. То есть одно дело запустить клеточный аппарат, нормализовать его ферментативные способности, чтобы все эти там 700 с хреном ферментов работали нормально. А другое дело, другое дело, видите, мы вторгаемся в совершенно иную область, которая была давным-давно известна. Но все это вот так вот рушится, этого нет, этого не может быть. Мы вторгаемся в энергетику организма, в его энергетическое тело, праническое тело, которое обеспечивает, знаете, можно так сказать, не химической, а атомарной энергии, если так вот сравнивать. То есть химическая энергия там рванула, а если энергия атома, она рванет еще несколько сот сильнее. Так вот, мы как раз начинаем работать здесь с энергетическим телом, которое уже несколько по-другому воздействует на организм, обеспечивая его несколько иную мощь, в несколько иное здоровье. Вот это важное различие между физическим телом, его силой и здоровьем, и между мощью и здоровьем энергетического тела. И в результате получается, что весь организм в целом работает совершенно по-иному, чувствует себя по-иному. Мы через вот эти вот носовые ходы во время вдоха, как укол, о чем говорила Стрельникова, мы тем самым сразу направляем струю, она идет вот так, а потом, видите, вот так, направляем струю энергии и снимаем ее структурами головного мозга, и дальше уже она пошла там распределяться по нервной системе, то есть распределяется сначала по НАДИ, оказывается, перед нервной системой находится другая система, состоящая, как говорят, древней из трубок НАДИ, более тонкая, более вот эта вот мощная система, и далее уже с нее там передаются вот эти все вещи на нервную систему, а уже с нервной системы далее уже передается там на физиологию. То есть, видите, какая тут интересная цепочка идет, заделана. И вот это вот дыхание у Стрельников, оно с одной стороны не вымывает углекислоту, с другой стороны, оно насыщает организм энергией, и исцеление его начинается не столько с физического уровня, а больше с энергетического уровня. То есть у хронических, хронически больных людей недостает энергии, которые необходимы для обеспечения жизненных процессов. Вот, и подошел таким вот образом, мы тем самым начинаем пополнять энергетические свои резервы, восстанавливать их, нормализовать их, и получаем вот такие вот результаты, которые вот так вот сказываются. Вот, кратце, пень через колода, можно так сказать, я такое вот сделал объяснение. В чем разница между этими дыханиями? Пол стрельниковой, пол бутейка. Йогов, конечно, огромное количество разного вида дыханий. То есть наука о дыхании была тщательно разработана. Почему дышать надо через одну ноздру, через другую ноздру. Правая немножко организм разогревает, активирует. Левая, значит, способствует тому, что она его охлаждает и успокаивает. Вот такие интересные вещи были. Дыхание огня, дыхание огня, есть такая вещь, оно активирует, значит, энергетические процессы в организме, плюс за счет сокращения диафрагмы, там так она интересно здесь работает, получается, что идет активация вот как раз нашего там огненного центра, который насыщает вот такую вот энергию, улучшается там пищеварение и прочее 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 прочее. Ну вот я вам кратко попробовал рассказать то, что я там знаю, изложить то, что я вот, то, что я делал. Ну и на этом, в принципе, можно все дело и закончить. Так сказать, первый наш разговор с вами на эту тему. Кому это будет интересно, то есть это знание, не хочу сказать, что для каких-то там избранных людей, просто им особо никто не интересуется и в зависимости от этапа людского развития преобладает то одно мнение, то другое мнение, но критерий всему это ваш собственный опыт, который показывает, что во время вот такого дыхания вы, во время дыхания вы накапливаете углекислоту и улучшается работа всего организма на физическом уровне. Во время другого дыхания быстро вот этого пастельника вы чувствуете сразу же активацию организма и наконец-таки, когда вы берете на вдохе, задерживаете дыхание и напрягаетесь, эффект получается несколько иного плана. Вот об этом мы пока поговорили в дальнейшем. Чем больше будем на эту тему думать, рассуждать, читать, тем все это проще и яснее можно будет изложить и вдобавок показать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok